Ой, уронил сигаретку, потому что курить ледно, правильно? Вот сколько тебе лет? Мне 21. А могло бы быть... 10 с половиной? Ну, то есть, типа, старейшь быстро. Здравствуйте, друзья! Вот и я, как и обещал буквально вчера, так как мы каждый день в эфире, либо четверг стрим, либо каждый день вы со мной можете увидеться на просторах нашего канала, нашего шоу, компании Аля. Сегодня мы будем и с коллекторами разговаривать, и с дурными, и даже у нас будет нетрадиционной вот этой самой ориентации типок. Но я попытаюсь ему подыграть, как ему нравится, какого бы он хотел себе партнера в жизни отыскать. В общем, смотрите, будет прикольно до конца. А, лайк можно поставить. Здравствуйте! Здрасте! Привет! Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич! Микрофинансовая компания «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Пичугин Сергей Игоревич. Разговор записывается. Слышите меня хорошо, Дмитрий Валерьевич? Здравствуйте, слушаюсь. Нормально. У вас 17-й день просроченной задолженности. Сумма к оплате на сегодня 20 779 рублей 57 копеек. Вы как намерены решать данный вопрос? Я, если честно, затрудняюсь вот сейчас вот прям взять и сказать. Я просто не понимаю этого вашего посыла одностороннего, что значит решать вопрос. Ну, просто объясните. Ну, вы 17 дней в данный момент незаконно удерживаете денежные средства компании. Крайний срок оплаты у вас – это сегодняшний день до 8 часов вечера по московскому времени. Либо в полном объеме погасить всю сумму вашей задолженности. Также вы можете продлить ваш договор, то есть оплатить 5640 рублей и перенести срок оплаты на 30 дней. То есть оплатить проценты, которые были вам начислены. Сергей Игоревич, я допускаю, вы человек благоразумный. И понимаете, что кроме вашей компании, где вы имеете, собственно говоря, удовольствие в кавычках трудиться, есть еще куча компаний. И среднестатистический клиент такой, как ваша компания, он еще является и клиентом других компаний. И вот у меня очень интересное наблюдение. Я хотя и понимаю, да, собственно, чем это обусловлено, но все-таки вы постоянно твердите, незаконно удерживаете. Идут два момента. Кто определил, что я нарушаю закон, это раз. А во-вторых, коль вы утверждаете о законе, Сергей Игоревич, ну давайте и вы тоже будете соответствовать. Вы понимаете, ну как-то однобоко ко всему относитесь. Я нарушаю закон, соответственно, тут же вы говорите, договор не соблюдает разные вещи. Не соблюдать условия договора и нарушать закон, это, скажу я вам... Вы две статьи нарушаете, 309 и 310 статью гражданского кодекса. Сергей Игоревич, нарушение статьи может констатировать только полномоченное лицо. В нашем государстве это судья. Ну как, смотрите, 309 статья. Ну вот вы сейчас... Да. Обязательства должны исполняться надлежащим образом по договору. Гражданский кодекс. Вы, когда читаете статьи, вы не чувствуете вот такое, знаете, ну, какая-то вот вопрос не возникает у вас в голове, но это же просто, ну, декларативный характер вот это все несет в себе. Посыл, ну, некое правило. Некое правило, которое нужно... А вот поступает в указанные сроки Дмитрия Валерьевна. И второй тезис с вами заявленный, да, то есть про закон и все остальное. Ну а вы удосужились в законном формате сформировать договор? И это вы оплату в указанной сроке... Ну что вы сразу заикаться стали? Вот очевидные простые вопросы вам задают. Я не заикаюсь, Дмитрий Валерьевна. Ну, хорошо, не заикайтесь, так уж и быть. Потому что сейчас я услышал, это просто обычная манера вашего способа. Я вот господиняю, в данный момент вопрос задаю вам. Ну, хорошо, да. А плата поступает в указанные сроки? Так почему вообще вы задаете вопрос, зачем вы их задаете, если вы сами не удосужились, ваша организация, снабдить вас соответствующими, вас, вот, сотрудника полцентра, соответствующими инструментами, чтобы вы могли во всеоружии взыскивать. Вы говорите про закон, про какие-то гражданские кодексы, и я вам подвожу, на основании чего я должен вам платить? На основании договора, который вы подписали. Не подписывал я ничего на основании закона гражданского... Вот так же, что подписывал, только на... Вот понимаете, да? Гражданский кодекс, да не может ПЭП. Простая электронная подпись являться способом подписания. Зря вы так рассуждаете. Это не я так рассуждаю. 63-й федеральный закон, очень хороший закон, который как раз таки определяет, утверждает те документы, которые можно подписывать электронной подписью. Ну, а 808-ю, ёлки-палки, статью в Гражданском кодексе, зачем и для кого написали наши законотворцы, а? Сергей Игоревич, все просто, 808-я статья. Ну вот, вот и все. Этот порядок постоянный и неизменный, он досудебный. Вы можете хоть танцы с бубнами плясать, Сергей Игоревич. И можете лидирующую партию на себя записать. Вы будете основным солистом в этом танце. Танцуйте на здоровье. Вам понятно, Дмитрий Валерьевич. Я не пойму, на каком основании вы его пытаетесь мне выставить. Сами себя... Ну, я же вам тоже про Гражданский кодекс говорю. Он не один. Не одна точная эта статья. Вы поймите, что в Гражданском кодексе очень много статей. Сергей Блиц, Свет Игоревич. Я, говорит, чего вы взяли, что я трою? Заикаюсь, имеется в виду, да? Чего взяли, что я заикаюсь, имеется в виду, трою? Да потому что вот что-то не то. Гонор такой был у него в самом начале. А с ним вроде вежливый, а в то же время жесткий. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здрасте. Слушаю. Никита Александрович. Да, кто это со мной разговаривать пытается? Здравствуйте. 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 Это компания МБА Финансы. Я специалист Ирина Кулисова-Ледович. Разговор производится под запись. Никита Александрович. Цель моего звонка это решение вопроса вашей задолженности перед СМС-финанс-вирусом. Там вы оформляли займ. Да. И допустили просрочку 90 дней. Задолженность 45 727 рублей. Кроме того, вам еще и отправлялось письмо, в котором говорилось, что у вас существует задолженность, и которое нужно погасить. А что за письмо, простите, коллега? Отправлялось обычное письмо о задолженности. Такое обычное? А кто, прошу прощения, кто отправил письмо данное? Письмо было отправлено из компании МБА Финансы. Ой, мама дорогая. Так и что там в письме-то в этом было написано? О том, что у вас задолженность. Ой, мамочки лёдные. И что? Ой, не получал. Я не знаю, почему оно вам не доходить, Никита Александрович. Так вот. Ну я тоже, голубчик мой, голубчик мой, не понимаю, что такое. Что? Ой, катастрофа. Ужас просто. Кошмар. Правда что? Так вот я вам говорю, что у вас есть задолженность, которая... Да, 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 да. Дружок, ну что ж ты так? Зачем ты так, дружок? Не расстраивайся. Ну не пришло, дойдёт ещё. Ну какие наши с тобой годы? Так вот, Никита Александрович, я вам рассказывал, что у вас есть задолженность. Да Никита просто. Просто Никита, дружок. Давай Никита просто. Давай по-свойски. Мы же понимаем друг друга с тобой. Никита, всё побрито. Помнишь это? Я Никита, везде побрито. Как тебя зовут, голубчик? Мы над тысами не переходили. Ой, да ладно, ну ладно. Как вас зовут, голубчик? Ну как? Ну не стесняйтесь. Я же вам пристаю. Я Владислава Олегович меня зовут. Владик. 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 Поэтому решайте, пожалуйста, вопросы. Слушай, пидор, блядь. Гнойный. Пошёл нахуй отсюда, блядь. Иди долбись, блядь. Туда, куда привык. Простите, я не понял, что это за оскорбление? Что это за оскорбление? Да, иди братец мой тут у меня, он нас таких, как мы с тобой, он это, постоянно. И мне тоже жизни не даёт. Бариванец. Ходит тут постоянно. Ну, мы с тобой друг дружку понимаем. У нас вот такие вот, у нас характерные с тобой пристрастия. Видите, ходят тут бедлаганы. Бороды поотращивали, ходят. Ни рук не моют, ни ног. Спать ложиться, представляешь? Вот этот братец мой спать ложиться и даже зубы не чистить. Фу, фу мерзкий такой. Давайте мы сделаем так. Как? Давай, Владик. Давай мы с тобой телефонами поменяемся. Мы вам перезвонили. Владюша, Владюша, голубчик, давай, давай обменяться телефонами. Нам сейчас непросто в этой стране живётся, но всё-таки. Такой угарный. Как это, солдат ребёнка не обидит. Ну, я не знаю, Герпеса, там, этого, Герасима, ну, этих геев я не умею. Показывать, копировать или как-то. Здравствуйте. Пародировать у вас. Слово забыл. Да, здравствуйте. Слушаю, кто это? У меня слышите, нет? Слышу, а кто это? Сергей Александрович, это вы, верно? Да. Компания МВА Финансы, специалист на счастливное взыскание, Щербаков Игорь Ахтигорьевич, идёт с запись разговора. Итак, Сергей Александрович, правильно? Да, совершенно верно. Игорь, отчество что-то я не расслышал. Игорь Григорьевич. Игорь Григорьевич, понял. Игорь Григорьевич по фамилии Щербаков. Здравствуйте, Сергей Александрович. Игорь Григорьевич, душа ты наша. Звезда Ютьюба, бля, Щербаков. То, что я звезда Ютьюба, я это знаю прекрасно. Ну, так я просто не сообщаю тебе, констатирую. Звезда, ну такая себе. Знаете, звёзды светят, ты воняешь. Да, да, да. Чего с тобой не так? Я так понимаю, компания... Получается, не понимаешь, да? А не Сергей Александрович, да? Компания, гоп-компания, бля. И чё ты там понимаешь? Я не знаю, когда у вас там компания. Правильно, не надо тебе этого знать. Ведёте записи в Ютьюбе, да? Так и есть. Да, так и есть. Чё ты, блядь, всё повторяешь? Второй, блядь. Или первый. На тренинге перезвоним, до свидания. Алям, самый, самый. Канал. Щербаков у нас. Я знаю, что я звезда. Ну, хотя бы так. Алло. Кстати, ребят, пишите постоянно в комментариях, когда слышите этого Щербакова. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Владимир Владимирович. Чё? Владислав Владимирович говорит, здравствуйте. А это кто? Кто такой Владислав Владимирович? Нет, вот сейчас со мной кто разговаривать пытается. Это МФК Займер, отдел взыскания. Меня зовут Самойла Мария Юрьевна, разговор записывает. Понимаете, по какому поводу звонок? Хорошо, что я здоровья не пожелал, поэтому переспросил. Нет, не понимаю. У вас в компании просрочено... А, точнее, понимаю. А, нет, нет, нет. А тут, конечно, понимаю. Ну, что тут непонятно. У вас 11, у кого-то 20, у кого-то 111. Про других я не спрашиваю у вас, как дела бы с компанией для меня, так же, как и со всеми остальными. Вот спросите, как я с ними этот вопрос решил. Никто не у кого спрашивает не будет. Я вам задаю вопрос. Вы отказываете на вопросы и отвечаете? Да, зачем мне на них отвечать? Кто вы такие, чтобы кто-то на ваши вопросы? С тем, что вы написаете законодательство в России? Такой ответ, блядь, да? Ну, а небо голубое, да? А в сутках 24 часа? Ну, тут же тот же самый аргумент. Вы вообще понимаете, что вы говорите сейчас? Да, ты понимаете, вот вы такие, как вы... Как ты понимаете, что вы говорите? Зачем говорю? Зачем на ваши вопросы отвечать? Затем, блядь... Владимир Владимирович, подготовитесь, компанию перезванивайте. У вас есть... Делать нельзя. Больше нечем. Заняться мне больше нечем. Тут все бросите целые 20 минут, или что там? Она просила, сколько времени начинать готовиться. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Денис Владимирович? О, ну и что? У меня тоже все. Да, кто это? Это компания МБА Финансов, специалист Полевича Анастасия Сергеевна, разговор записывается. Денис Владимирович, с вами беседуем? Со мной, со мной, Анастасия. Звоним мы вам для решения вопроса вашей задолженности перед компанией Кредиска. Вы оформляли займы, у вас просрочено 88 дней, размер задолженности 36 тысяч 24 рубля. Оплату когда вносить будете? Много будешь знать, скоро растаришься, Анастасия. С вами на ты мы не переходили, такое общение вы можете поддерживать и своими родственниками, родителям, так своим можете говорить, друзьям, знакомым. А ведь передается информация вашему кредитору, по какой причине вы оформили займ, взяли денежные средства, потратили их и их не возвращаете. А это тебя ебать не должно. В вашем возрасте уже пора научиться исполнять свои обязательства. А если вы думаете, что вы будете поддерживать вот такое общение, и вам перестанут звонки поступать, то вы ошибаетесь. Да, не могу, звоните, звоните сколько хотите. В вашей ситуации ничего смешного нет. Есть. Да, смеяться вы сможете тогда, когда оплатите задолженность. Че, серьезно? А сейчас... Оплатите ее сейчас, на данный момент, когда сумма 304-24 рубля. Или когда сумма долго будет увеличиваться, согласно 330-й статье. Но вы можете смеяться, только оплату вы в любом случае произведете. Ты все сказала. Да сейчас сумма такая, или когда сумма будет большая. Ну, к вам на ты не переходили. Я еще раз вам говорю, то, что вы оскорбления свои сыпите, это все идет под напись разговора. А кто тебя оскорбляет, господи? Че такая ранимая? То ожидайте звонков. Звонки вам будут поступать. Хорошо, если с тобой на ты будут разговаривать, ты ничего не передашь кредитору, что ли? Иго, доброго, до свидания. Так я хотел поговорить. Такое общение оставляйте для родственников. Да просто на ты, и все. Информацию могла бы получить. А тут больше сама натрепала, натрепала что-то, лишь бы я не успел слово оставить, да? Да потому что понимает уже. Это уж не новенькая, хотя молоденькая. Алло. 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 Здравствуйте. Компания Веббанки, раздел государственного урегулирования. Меня зовут Ксения Олеговна. Полину Васильевну можно услышать? Полину? Сегодня? Нет, ближайшие, наверное, несколько. Да нет, наверное, несколько недель, наверное, не получится. Вы связаться сможете? Так она дома, что с ней связываться. Общаюсь с ней. А почему услышать тогда нельзя? Да, она не хочет разговаривать ни с кем по телефону. У нее депрессия. Просто знаю, что если у нее депрессия, то это пару-тройку недель. Вы передаете, чтобы с компанией Веббанки связалась. Выгодные предложения для нее имеются? Бесполезно. Она даже с родителями не общается, когда у нее депрессия. Вас предупреждают, что звонки на данный номер продолжат поступать. Всего доброго. До свидания. Я же вам мало информации, что она не будет с вами разговаривать. Хотите звонить. Дурно это дело, не хитрое. У вас тоже депрессия получается, да? Что вы ничего не хотите обдумывать. Выводы делать. Она такая вот. И что, не говоря, она сидит в точку, смотрит и все. У вас такая же история, да? Вы все сказали. Я не понял. Вот когда вы говорите, вы все сказали, что вы имели в виду? Ну, все, что хотели, сказали. Не я же вам звонил. Вы чего? Совсем? Вообще не понимаете, что происходит. Ну, вы сейчас какие-то рассуждения насчет депрессии начали, не я. Подождите, я вам не звонил. Это мне в пору говорить, вы все сказали, потому что вы же инициировали. Ну, давайте тогда с вами попрощаемся, время друг друга тратить не будет. Три-четыре начинайте прощаться, да. Ой, я думал, как-то поинтереснее будет прощание с вашей стороны выглядеть. Знаете, к творению мне прощание расскажете. И все, что ли? Какое же это прощание? Алло, здравствуйте. Алло. Это сервис займов ЕКОП, СТОМК, Роснтерфинанс. Меня зовут Шакина Олеся Александровна. Рассковор записывается. Наталья Юрьевна, можно услышать? А, ну, вряд ли получится у вас в ближайшие пару-тройку недель с ней пообщаться. Ни у кого не получится. Хорошо. Тогда передайте, чтобы она перезвонила в ЕКОПУСТУ. Не раньше, чем через 3-4 недели. Хорошо, как будет возможно, так передайте. Спасибо большое. До свидания. Вот я понимаю, ЕКОПУСТА. Это, по-моему, единственный, единственный из мозгоклюев, которые по минимуму мозги клюют. Раньше они, конечно, веселились. Сейчас иногда попадается. Но клюв у них знатно затупился. И им разрешили не вступать в никакие баталии. Просто сливаться. Ну, типа целее будем. И молодцы, но нормально все же, да? Здравствуйте. Здрасте. Микрофинансовая компания «Веббанкир». Миноглава Шельгина Елена Анатольевна. Отдел досудебного урегулирования. Сергей Александрович? Да. Скажите, дата рождения, пожалуйста, ваша. Зачем? Соликса. В целях информационной безопасности вам нужно пройти идентификацию. Подтвердить дата рождения. Вам нужно, мне нет. Мне что от вас? Мне от вас ничего не нужно. Сергей Александрович, здравствуйте. Слушай, кто это? Меня зовут Гамзикова Ульяна Витальевна. Это микрофинансовая компания «Лайм Займ». Ведется запись разговора. Сергей Александрович, с вами разговаривал, верно? Со мной, со мной. Плохо слышно вас. С вами говорю? Да со мной, со мной. Что, давайте быстрее. Нет времени. Я звоню вам в отношении вашей задолженности. Сумма на сегодняшний день составляет 46 439 рублей 15 копеек. 73-й день на просроченной задолженности. Требование компании оплатить сегодня. Поступит от вас оплата? Что вы в суд не подаете? После 60 дней уже все, пора дальше. Злоупотребление права начинается. Сергей Александрович, да, действительно, компания вправе обратиться в суд. Да, но это на усмотрение компании. В любом случае, звонок совершается с целью, чтобы... По-другому ничего не выйдет. Слышите, да? По-другому никаких денег не увидите. В суд подавайте. Через суд заседу. То есть, вы не направлено увеличиваете свою задолженность? Ничего я не увеличиваю. Ничего я не увеличиваю. Это вы злоупотребляете по правам и не подаете в суд, чтобы задолженность увеличилась. Нет, Сергей Александрович, обучайте, пожалуйста, с какой целью именно вы ходите, чтобы решался данный вопрос через суд? Мне ничего от вас не надо. Это вам нужно. Вот эти цели выставить и обратиться в суд. Я к вам никаких вопросов не имею. Можете не подавать в суд. Но я же сказал, в противном случае денег не увидите. Только через суд. Чего взяли, что? А по какой причине у вас есть обязательства? Ну все. Просто вы так утверждаете? В договоре в этом условном, как вы его называете, договор, вот это вот то, что там в этом онлайн кабинете написано, четко и конкретно сказано. Если не получается решить вопрос устно, а у вас не получилось, то, значит, в законном формате в суде. Все. А выясните, пожалуйста, по какой причине вы не хотите вносить оплату? Потому что не считаю, что он должен. Это вообще вы все в суде узнете. Обратитесь в суд, исковые требования изложите, а я, соответственно... Суде, в суде, все в суде, да. Вот это и будете доказывать в суде. У вас же наверняка есть куча инструментов. С нашей стороны, смотрите, да, в суде остаются какие-то спорные ситуации. У нас с вами спора никакого нет. То есть с нашей стороны никаких... Как это нет? Вы считаете, что я вам должен, а я считаю, что я вам не должен. Вот и все. Как это нет спора? Это спор. Я не считаю, что мы у вас... Да есть спор. Есть. Четкие, конкретные. Гражданско-правовые взаимоотношения. У нас нет ничего. У нас с вами. Никаких 95% не происходит в суде. В 95% случаев вы в суд не подаете. Это из тех 5%, которые подаете в суд. Если должник не защищается, тогда вы выигрываете. Давайте, если тем более у вас такое портфолио, давайте и у меня будете выигрывать. Естественно. Чем я отличаюсь? Ничем. Давайте в суд подавайте. 15 копеек. Да, это сумма с учетом штрафа, с учетом процентами начисленными и так далее. Рекомендую вам оплачивать через личный кабинет с помощью банковской... Рекомендую вам эксплуатировать те законные инструменты, которые прописаны в Гражданско-профессиональном кодексе нашей страны. Сергей Александрович, я услышала вас зафиксированную информацию, что вы готовы решать все вопросы только через суд. Но, тем не менее, звонки поступают вам в отношении вашей задолженности. Это проблема не моя, а ваша. Меня эти звонки никим образом не смущают, не мешают мне жить, а даже радуют в какой-то степени. Так что звоните сколько хотите. Потом еще. Ну что, друзья. Вот такой у нас сегодня ролик, подборочка такая для вашего удовольствия. Звери послушно отработали сегодняшнее представление и привлекли в нашу организацию какое-то количество людей. В том числе спровоцировали, если можно такое слово применить в хорошем смысле слова, на решительный шаг. Кто-то оставил заявочку, проконсультировался с нашим специалистом и задумался. А кто-то уже, будучи проконсультирован с нашими специалистами, принял решение. Да, надо подписывать договор, нужно это все заканчивать. Потому что жизнь с чистого листа, это круто, ну надоело, хватит уже вот эти вот звонки терпеть. Да, кто хочет понять, о чем я говорю, недавно на нашем канале, пожалуйста, пройдите по ссылочке на наш сайт. В описании ролика все полезные ссылки есть. Там же есть ссылочка на оставление заявочки на бесплатную консультацию. Если у вас какие-то проблемы с кредиторами, со всеми видами, мастями вот этих вот взыскателей. Все на самом деле не так страшно, как они вам нарисовали, а вы их послушали. Запишитесь на бесплатную консультацию и поймете, почему я так говорю. На сегодня все, я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия, друзья вам, вашим близким. Завтра мы, как всегда, увидимся. Напоминаю, по четвергам прямые эфиры. Стрим. Стрим.